Самые загадочные и невероятные места, механизмы, сооружения созданной человеческой цивилизации. Земля — это огромный карьер. Знак вопроса, на который легко ответить. В этом видео я решил не тянуть кота за хвост и сразу перейти к пиршеству технократического мира. Только должен заметить, что в этом видео мы будем не только любоваться на исполинскую технику и разглядывать ее, но также попробуем разобраться, возможно ли с помощью нашей техники так разрыхлить землю, да наделать в ней огромное количество дырок. Без сомнения, этот грузовик — настоящий четырехколесный монстр, который не может передвигаться на дорогах общего пользования. Caterpillar 797F — американский громадный самосвал, производившийся с 2002 года. Имеет огромную грузоподъемность — почти 350 тонн. В бак этого самосвала вмещается больше четырех с половиной тысяч литров, но он даже рядом не стоит с Белазом 75710. Полноприводный двухосный карьерный самосвал грузоподъемностью целых 450 тонн. Производство белорусского автомобильного завода — самый большой карьерный самосвал в мире на сегодняшний день. В январе 2014 года установил рекорд, провезя по испытательному полигону груз весом в 504 тонны. Но давайте оценим белорусского гиганта по конкретным, но гипотетическим примерам. Возможно, вы слышали про версию, что Земля — это большой карьер. Весь ландшафт сегодняшнего мира напоминает изрытый, перепаханный карьер. А породу, как говорится, нужно куда-то увозить. Но лицезреть это мы можем не только на поверхности земли, но также под землей и водой. Для примера возьмем вот эту фотографию. Похоже, это давно забытый всеми город, вернее его малая часть. Как считает автор этого снимка, возможно, это аэропорт, который сейчас находится на дне Тихого океана вблизи берегов Коста-Рике. А причем здесь карьеры и самосвалы? Большая голубая дыра Белиз считается чудом природы, а природой ли? У меня возникает вопрос. Какие должны были произойти природные процессы, чтобы образовалась идеальная дыра, диаметр которой 350 метров, а глубиной она уходит на 120 метров под землю? Для сравнения, это большая дыра. Огромный, недействующий алмазный рудник в городе Кимберли. Известен тем, что это наибольший карьер, разработанный людьми, внимание, без применения техники. И уже в настоящее время является главной достопримечательностью города Кимберли. То есть такую дыру люди умудрились проделать земле и твердых породах вручную. Начиная с 1866 года по 1914 год, около 50 тысяч шахтеров вырыли шахту с помощью кирок и лопат, разработав при этом 14,5 миллионов карат. Представьте себе, сколько это бриллиантов. Это очень много. В процессе разработки карьеры было извлечено более 22 миллионов тонн грунта. Именно здесь был найден знаменитый алмаз де бирс. Более 428 карат. Так вот, дыра была вырыта на глубину 240 метров. В настоящее время дно дыры заполняет, что вы бы думали, конечно, вода. Сейчас кирки и лопат уже не нужны, потому что есть гигантские экскаваторы, такие как Баггер 293. Длина его достигает 225 метров. Это больше в длину двух полей, футбольных полей. Высота этого экскаватора 96 метров. Это более чем в три раза выше трех девятиэтажных зданий. Для примера, чтобы вы поняли, масса более 14 тысяч тонн. Давайте покажу еще одну дыру, ведь ее по-настоящему потрясает человеческое сознание. Вот она, самая высшая форма проявления человеческого гения. Хотя больше, наверное, подходит другое определение. Паразитическая, низшая, проявленная форма технократического пути развития. Человек погружается вниз, в толщу земли, трача колоссальные ресурсы и силы ради полезных ископаемых, тех же бриллиантов. Много ли бриллиантов имеют обычные люди? По пальцам можно пересчитать. Так где же они все? Конечно, многие обработанные алмазы используют в разного рода оборудования. Но подождите, в 1866 году, когда 50 тысяч рабочих копали большую дыру в Кимберли, все эти 14 с половиной миллионов карат пошли куда? Значит, на украшения. И только представьте себе, по всему миру за сотни лет было добыто сотни тонн будущих ювелирных изделий. Бриллиантов. Но бриллианту нужна оправа. Она обычно золотая. Официально за всю историю человечества было добыто около 195 тысяч тонн золота. И я думаю, это только официальная информация, неофициально возможно еще больше было нарыто. Или добыто, да? Человечество добывает ценные металлы и камни в огромных количествах лишь только для так называемой красоты, форма которого проявляется в металлах и в камнях. По мне, живой цветок или дерево намного красивее любой побрякушки. Ну, извините, это мое мнение. Хотя, конечно, что творят люди, это невероятно и очень красиво. И это еще один виток нашего развития. Но я немного отвлекся. Так что же, по предположениям многих специалистов, и, конечно, моих собственных, огромная часть прошлой цивилизации находится под водой. Из неизвестной истории очень далекого прошлого, кстати, может быть совсем не очень и не таким далеким оно может оказаться. Ведь стихия воды может быстро состарить любой объект. Корабль не узнать и через тысячу лет. От него, будь он деревянный или даже металлический, практически ничего не останется, как и от целого города. Посмотрите состояние Титаника. Это было тогда. А это фото десятилетней давности. А прошло, по сути, не так много времени. Представьте, как он будет выглядеть через две тысячи лет или пять тысяч лет. Я считаю, что он просто сольется с дном Атлантического океана. А как же города? Для примера. Сен-Жан, Вианей, Канада. Этот городок в Квебеке был полностью уничтожен оползнем. Позже исследования показали, что город был построен точно на том месте, где пятьсот лет назад сошел еще один оползень. В природе встречается некая систематичность. Города мгновенно исчезают с поверхности земли. Колманскоп, Намибия. Когда-то этот город в Намибии стремительно процветал. Сразу после известия о месторождении алмазов туда повалили толпы людей. Но запасы, конечно же, истощились и в 50-х годах город опустел. Сейчас в пустынном климате некоторые дома почти полностью занесены песком. А дюны буквально пожирают город. Через лет 50, если люди не будут заниматься этим городом, он исчезнет с лица земли. Без сомнения, это не потоп. Это не вода, а скорее ее отсутствие послужило полному исчезновению этого городка. Это еще раз нам говорит, что затирание цивилизации может происходить разными способами. А как вообще доказать потоп? Элементарно. Ищите русло рек. Да, прям под водой. И, кстати, нашли. Под воду ходят не только города, но даже реки. Удивительную подводную реку на дне Черного моря удалось обнаружить британским ученым. Если бы эта река находилась на суше, то она была бы шестой по величине в мире. Ее ширина около километра, а глубина на некоторых участках достигает 35 метров. Как я думаю, и знаменитые пирамиды в Гизе раньше тоже находились под водой. Пирамида Хафрена даже имеет определенную отметину на самом верху, показывая уровень воды, которая могла стоять на территории современного Египта, где, кстати, много пустынь. На территории страны расположены пять таких. Аравийская, Ливийская, Нубийская и Большая Песчаная. И, наконец, Синайская. Как мы знаем, под водой практически нет никакой растительности. Там нет необходимых условий. Правда, там есть и другой вид растительности. Водоросли, ламинарии и даже определенный вид фикусов. И, конечно, кораллы. Но кораллы – это животные. Они состоят из очень маленьких организмов, которые называются полипами. Если посмотреть видео с глубоководными погружениями, то можно увидеть, что на дне в основном песок. Если есть растения, то только определенные виды, которые сразу будут уничтожены мощными лучами, если вода сойдет. Это не подходящая для них среда. А солнечные лучи нужны практически для всех наземных растений. Солнце нужно растению для того, чтобы растение фотосинтезировало. Все это привело меня на мысль, что там, где сейчас пустыня, когда-то стояла вода и ушла она, возможно, совсем недавно. Ну, конечно, в планетарных масштабах. Возможно, тысячу лет, а может быть, две. Есть реальные примеры. Подводные пирамиды Йонагуни в Японии, которые находятся под водой. Весной 1985 года в прибрежных водах местный инструктор по дайвингу случайно наткнулся на странный объект. Недалеко от берега, буквально под поверхностью волн, он увидел громадный каменный монумент, простиравшийся до предела всей видимости. Но он оказался не единственным. Длинная терраса, правильные геометрические формы объектов и некоторые символы, начерченные на камнях, не дают усомниться. Это все было создано людьми. Но архитектурные сооружения попадают под воду даже в наше время. Можно вспомнить китайский город Шичен. Властям пришлось переселить 290 тысяч человек, чтобы соорудить искусственный водоем для строительства новой гидроэлектростанции. Как вы понимаете, этот город ушел под воду уже при нашей цивилизации. Само ли человечество приняло технократический путь развития? Я сдаюсь вопросом. Ответ вы узнаете в самом конце. Есть мнение, что такой путь нам навязан извне. Давайте по чесноку. Так называемая эволюция человеческой цивилизации в основном идет только по одному пути развития. Технократическому. Почему человек выбрал этот путь? Учитывая, что этот путь губителен для самого человека. Если форма технического развития принимает агрессивный вид. И это подтверждают затонувшие города. Я думаю, нарушение природного баланса является тупиковой ветви у развития и жизни человечества. Но стоит, правда, заметить, что технологии иногда даже являются благом для живой природы, как некая более мягкая альтернатива самым вредным и опасным. Один из таких, NRKON E126, на сегодняшний день является самым большим ветрогенератором в мире. Этот ветрогенератор воплощение человеческой мечты. Как получить деньги из воздуха? Хотя, конечно, не все так просто. Для создания такого ветрогенератора нужно, опять же, огромное количество ресурсов. В голову мне пришла одна безумная мысль. А если наши потомки вдруг, через тысячу лет, найдут вот такой вот винт от этого ветрогенератора? Что они будут думать? Ведь технологии им пришлось создавать с нуля. Что вдруг произойдет какой-то глобальный апокалипсис, и практически ничего не выживет. Не останется никаких технологий, и это легко предположить, потому что та же вода забирает все, забирает всю технологическую базу. Но есть мои предположения по поводу бункеров и элиты, которые будут находиться в них. Возможно, они даже не бункеры вовсе. Мы помним один из фильмов, где были представлены огромные корабли. Это уже вопрос другой. Новое человечество, новая цивилизация, наши далекие потомки, оказываются полным нулем. Старт, точка, начало развития новой цивилизации. Если ветроэнергетика не будет у них еще открыта, авиация уже освоила винтовые самолеты. Это, наверное, огромный самолет, который сделали наши предки. А возможно, они были великанами. Подумали бы они. А теперь про энергию из воды. И, конечно, сразу стоит упомянуть. Три ущелья. Именно так называется гравитационная плотинная гидроэлектростанция, расположенная на реке Янцзи в провинции Хубэй, Китай, является крупнейшей в мире. За 2014 год гидроэлектростанция «Три ущелья» произвела рекордные для мира 99 миллиардов киловатт. Пользу этой ГЭС трудно переоценить. Но есть огромный минус. В случае прорыва плотины под угрозу попадения в зону затопления может оказаться около 360 миллионов человек. Это больше, чем в два раза население всей России. Вот вам и всемирный потоп. А ведь в мире их стоит сотни таких гидроэлектростанций. Самая крупная в России – Саянышушинская, на которой произошла авария 17 августа 2009 года. И такие аварии по всему миру – это небольшая редкость. При глобальных войнах это первые цели для противника. Вот вам конспирологическая новая версия всемирного потопа. Тем более мы не знаем, какие ГЭС могли иметь прошлые цивилизации. Возможно, эта китайская покажется совсем небольшой на их фоне. Также строительство плотины очень вредно для биологических видов, населяющих реку и прилегающие районы. В частности, существует ущерб популяции практически исчезнувшего стерха. Ожидается, что изменение температурного и водного режима впоследствии в воздействии трех ущелий неотвратимо повлияет на ряд видов рыб, обитающих в Янзы. В частности, семейство осетровых. Что касается китайского речного дельфина, который, скорее всего, вымер уже к началу строительства ГЭС, считается, что постройка плотины уже окончательно поставила крест на выживание данного вида. Что нам какие-то рыбы и дельфины? Но еще сто лет назад тот же осетр, как и белуга, был достаточно распространенной рыбой не только в Волге, но и в других реках всего мира, в которых сейчас не только осетра не увидишь, но даже и более простой рыбы и даже раков. А некоторые реки стали абсолютно мертвы. В любом случае, развитые страны начали понимать, что нужно придумывать новые способы добычи энергии. В Калифорнийской пустыне Мохаве официально начала работу огромная солнечная электростанция, которая завораживает своей красотой. Проектная мощность электростанции составляет 400 мегаватт, что, по подсчетам экспертов, хватит 140 тысячам домов в Калифорнии. Она позволит очень сильно сократить выбросы углекислого газа, как если бы с дорог Калифорнии убрали 72 тысячи автомобилей. В таких солнечных штатах, как Аризона, Невада и Калифорния, уже выделено 17 участков подстроительства аналогичных солнечных электростанций. Солнце – огромный, неисчерпаемый источник энергии. Теоретически, такие вот подобные станции можно разместить во многих пустынях мира. Как я считаю, это позволит Земле немного отдохнуть от палящего солнца и забирать в огромных количествах его халявную энергию. И, возможно, со временем в пустынях мира появится жизнь. Кстати, она там есть, но ее видно только, когда проливной дождь наполняет Землю такой бесценной влагой. А это происходит нечасто. Но не только с Солнцем единым. Гидроаккумулирующая электростанция Баткаунти, США. Она является крупнейшей гидроаккумулирующей электростанцией в мире. Ее мощность составляет 3000 мегаватт. Принцип ее действия заключается в том, что в ночное время, когда потребление электроэнергии минимально, вода закачивается в верхний резервуар, а в пиковые часы вода по трубам стекает в нижний резервуар, вращая турбиногенератор. Не правда ли гениально придумано? А это Сихвинская электростанция, использующая энергию приливов. Находится в 40 километрах от города Сеул, в заливе Желтого моря. Электростанция очень дешевая, а вырабатывает она ни много ни мало 254 мегаватта. Срок окупаемости будет очень небольшой. Инвесторы потирают руки. Электроэнергии, вырабатываемой этой станцией, достаточно, чтобы запитать крупный город с численностью 500 тысяч жителей. А это, позвольте, такие города, как Пенза, Астрахань, Липецк. Следующее. Электростанция в Кении под названием Алкария, использующая вулканическую активность. Невероятно смелый и гениальный проект. Эта геотермальная электростанция вырабатывает максимальную мощность 140 мегаватт. Говорят, что станция быстро окупится, благодаря дешевой электроэнергии. Вырабатываемые на Алкарии затраты на электроэнергию для кенийцев снизились в два раза. И, наконец, гениальная разработка в Испании. Электростанция, использующая энергию волн. Мутрико Блеякоце, а именно так называется станция, вырабатывает мощность с помощью 16 турбин. Она, конечно, не так значительно, всего 300 кВт, зато себестоимость получаемой электроэнергии очень мала. Так что же, человеческий вид с помощью технологий пытается уйти от других технологий, которые уничтожают человека и все вокруг. Крупнейшие электростанции, загрязняющие воздух отходами, сгораниями угля, мазута и другого ископаемого топлива, до сих пор отравляют воздух планеты. Хотя их становится все меньше. Но теперь, от вопроса выживаемости человеческого вида и получения так нам нужной энергии, я перейду к загадочным местам. Но все эти загадочные места имеют как косвенное, так и прямое отношение к озвученной мной ранее теме. Но прежде чем озвучить самые странные места, хочу отметить, что для создания того же авианосца приходится пробурить, распахать и отрыть огромное количество земли. Потом на сталелитейных заводах это все перерабатывается, отходы производства поглощаем мы. Так вот вопрос, когда же человечество откажется от войн? Ведь на кону стоит выживаемость самого вида. И это вопрос совсем не наивный, как вам кажется на первый взгляд. Сократив производство военной техники, человек восстановит огромные ресурсы планеты. Кстати, благодаря атомной энергии в двух ее формах, оружия и источника той же энергии, получилось немного остановить взаимную горячую прямую агрессию между странами. Так что доводы противников атомной энергии спорны на данный момент. Но с другой стороны, если все же война будет, то она будет быстрой и, возможно, надолго опустит человечество на примитивное выживание. Давайте честно, человечество окажется в аду. Это только всего лишь один из путей. А ведь есть путь экономического, эффективного расходования ресурсов Земли. И мою версию подтверждает так называемая временная изоляция карантин. За время некоторого экономического и человеческого затишья природа начала оживать. Показания со спутников зафиксировали значительное очищение воздуха над целыми странами. В этот список попали Китай и Италия. Там наблюдается большое снижение вредных выбросов отравляющих веществ. А жители Венеции отмечают, что вода в каналах стала намного прозрачнее. В лагуну вернулись былые лебеди и даже дельфины, которых жители города не видели уже много лет. Правда, появились проблемы с сатилизацией огромного количества использованных медицинских масок. И это уже минусы еще раз доказывает паразитический путь развития человека. Нам нужно менять вирусоподобный путь развития и подстраиваться под окружающую природу. А теперь загадочные места, которые, как я думаю, возможно, тоже связаны с человеком. Так называемая башня дьявола. Как считают официальные науки, является природной скалой удивительно правильной формы и состоит из волокон с прямыми углами. Но некоторые альтернативные исследователи, более из которых известен сайт Асгард, выдвинули гипотезу, что это пень огромного дерева. Я часто поднимал этот вопрос в своих видео, ведь идеальные граненые столбы очень напоминают волокна деревьев. И при этом также находятся во многих местах в мире. Можно вспомнить ту же мостовую гигантов. Кстати, именно вода, обогащенная минералами, очень быстро превращает в камень любой живой вид. Часто гуляя по морскому пляжу, вы можете наблюдать огромное количество камней. А ведь эти камни могут быть любым предметом. Например, я наблюдал красный кирпич, который, судя по всему, за короткое время очень стал походить на так называемый природный камень. Вода глубоко проникает в его поры и сильно сглаживает грани. Стекло, пластик, дерево. Через тысячу лет они просто превратятся в камень. Подумайте, что бы это могло быть в прошлом, поднимая очередной камушек у побережья реки, моря или Великого океана? Природа уничтожает все следы цивилизации за считанные столетия. Даже намного быстрее, чем мы ее уничтожаем с помощью вредных технологий. Вот почему так мало находят следов прошлых цивилизаций. Хотя то тут, то там откапывают целые города под асфальтом и домами уже наших современных городов. Земля все же немного сохраняет историю, но не вода. Хотите еще больше загадочных мест? Конечно, я также не мог пройти мимо глаза Сахары или Решат. Находится он в Мавритании. Что же это такое? Его видно даже из космоса. Куда? Устремлен взгляд 50-километрового глаза в диаметре. Вы только представьте, это как от Москвы до Сергиева Посада. Структура насчитывает несколько эллипсоидных колец. Как считают ученые, появился этот глаз из образованных осадочными породами и песчаников около 500 миллионов лет тому назад. Почему он появился, ответа, конечно, нет. Но я считаю, это одно из самых загадочных мест в мире. Считается, что Решат образовался в период между поздним Протеризоем и Ордовиком. Могу отметить, что похожие кольца есть и у дерева. В тему горы дьявола. Ранее предполагали, что кольцевая структура является ударным кратером. Однако, эта гипотеза не согласуется с плоской формой дна и полным отсутствием горных пород со следами ударного воздействия. Образование структуры в результате вулканического извержения также представляется крайне маловероятным. Из-за отсутствия купола из изверженных или вулканических пород. В структуре Решат найдена интрузия долерита. Такая же самая, как и у горы дьявола. Даже переходя в поиск, что же такое интрузия долерита, мы наблюдаем фото чертовой башни или горы дьявола на картинке Википедия. Нет, я сейчас не хочу, чтобы вы все поверили, что это былое дерево таких размеров 50 километров в диаметре. Но какие еще есть варианты? Ведь в вопросе, как это все могло образоваться, возникает более важный, другой вопрос. Почему и зачем? Математически точная структура подразумевает смысл живой природы или руки Творца, человека или другого существа, который впоследствии, ввиду определенных нам неизвестных факторов, изменил свою структуру на атомном уровне. Но вода камень точит и превращает все в камень. Значит, один из факторов мы знаем. Ну, как минимум, я думаю, что никто с ним не будет спорить. Вода изменяет структуру и первозданный вид любого практически предмета благодаря своему свойству и внешних факторов. Того же трения от течения волн о песок, ветра, солнца. Это еще один важный температурный фактор. В него входит, кроме солнца, огонь, пожары, вытекающая лава. И не стоит забывать про засуху. То есть изменение форм не благодаря воды, а наоборот, практически полному ее отсутствию. Малое количество жидкости в почве приводит к пустыням. Также мороз и оледенение. И еще один кислород. И много других, которые с легкостью меняют первозданную форму. Не забываем о маленьких существах, управляющих по сути этим миром. Бактерии, микробы, они тоже строители этого мира. Все виды растений. И нужно подчеркнуть грибное царство. Быстро изменит все под себя. Исчезни человек хотя бы лет так на сто. Переместись все человечество навек на другую планету. Вернувшись, вы увидели, как растительное царство взяло правление своей руки. Всего тысячи лет затирает историю, как стерка, любое присутствие человека. Возможно, на этом месте Ришат находилось совсем не то, о чем мы можем сейчас предполагать. Но оно сильно изменило структуру первых слоев почвы. А может это некий огромный символ и рисунок, по типу геоглифов Наски. Ведь только сверху, с очень большой высоты, виден этот самый глаз пустыни. Обнаружение такого огромного круга удалось только благодаря развитию воздушных полетов над землей. Очень высоких полетов. То есть обнаружение это как своеобразный сигнализатор. Цивилизация людей прошла первый этап эволюции. Возможно, так же и это ближе к официальной версии, следствие не наземных и космических, а подземных воздействий на поверхность Земли, образовался глаз пустыни. То есть из глубины появление такого объекта, возможно, произошло из-за подземных процессов. Версий много, но одно мне понятно. Должно было произойти что-то важное и существенное, чтобы появился Ришат. Око пустыни Сахары. Переходим к следующему загадочному месту. Сент-Рейлия. Жуткое место прообраз фильма ужасов «Сайлент-Хилл». Когда-то это был процветающий шахтерский город, но подземный пожар, спроецированный неправильным сжиганием мусора, вынудил людей покинуть свои дома. Уже более полвека из недр земли этого города исходят ядовитые испарения. Вот вам и подземное влияние на поверхность Земли в результате человеческого фактора. Из-за непрекращающегося с 1962 года подземного пожара численность жителей уменьшилась до 10 человек на момент 2017 года, а ранее там проживало более 2000. Сент-Рейлия является самым малочисленным по населению городом в штате Пенсильвания. Интересно, жители этого города смотрели фильм «Сайлент-Хилл»? В мае 1962 года городской совет Сент-Рейлии нанял пятерых пожарных добровольцев для очистки городской мусорной свалки, расположенной в заброшенной открытой шахте, неподалеку от кладбища. Это было сделано за несколько дней до Дня памяти. Пожарные, как они делали это в прошлом, подожгли мусорные кучи, позволив им прогореть некоторое время, а затем просто потушили. Но из-за не до конца потушенного огня начали тлеть более глубокие залежи мусора, и в конечном счете пожар распространился через отверстия в шахте на другие заброшенные угольные шахты под городом Сент-Рейлии. Попытки погасить огонь были неудачными. Со временем люди начали жаловаться на ухудшение здоровья, спровоцированное выделением угарного газа. Хотя инфраструктура города до пожара была достаточно развита и включала в себя 7 церквей, 5 гостиниц, 27 салунов, 2 театра, банк, почтовое отделение и 14 промтоварных и продуктовых магазинов. Сейчас в городе, как я сказал, практически никто не живет. Вратават. Дарваза. Туркменистан. В туркменской деревне Дарваза находится пламенная дыра в земле, которая горит уже более 4 десятилетий. В 1971 году советские геологи обнаружили скопление подземного газа. В результате раскопок и бурения разведочной скважины они наткнулись на подземную пустоту, из-за чего земля провалилась и образовалась большая дыра, наполненная газом. Буровая вышка со всем оборудованием и транспортом провалилась в образовавшуюся дыру. Чтобы вредные для людей из скота газы не выходили наружу, ее решили поджечь. Геологи предполагали, что пожар через несколько дней потухнет, но ошиблись. Эту невероятную глупость совершили теоретики идиотологии, но в дальнейшем это место превратилось в чудо. Неприродного свойства, созданное опять же руками человека. И вот у меня в конце всей пьесы материализовался вопрос, а если предположить, что до нас было много цивилизаций, меняющих друг друга, вследствие катаклизмов природного, а скорее всего техногенного свойства и характера, была изменена первозданная форма матери природы. Насколько могли люди изменить природу или внести в первозданную природу что-то свое? Остается вопросом, на который есть ответы, и они видны вам всем. Ответ один. Да неузнаваемости можно изменить. И истории про древо, некие огромные километровые исполины, не кажутся такой уж и фантастической. Еще хочу рассказать об одном загадочном месте. Чертова поляна в Красноярском крае. Чертова или не чертова, но то, что люди не понимают, им свойственно назвать все это происками дьявола. Хотя частенько, как вы поняли, сами же люди являются источником разного рода аномалий. Есть, кстати, и другое название у этого места. Поляна смерти. И называют ее не просто так. Ведь поляна, окруженная обгоревшими деревьями со склонившимися ветвями, медленно покрывалась трупами животных и птиц. Через несколько минут после гибели их мясо, как утверждают очевидцы, приобретает красный оттенок. При этом кожа и перья не повреждаются. Люди, которые приближались к чертовому кладбищу, начинали испытывать чувство страха и ужаса. Строжилы рассказывают, что не раз замечали дым или туман, который призрачно стелился по поляне и был очень странным, непохожим на природный. Что же это такое? Осенью 1983 года в журнале «Техника молодежи» на основании рассказа очевидцев была опубликована статья «Гиблое место», которая повествовала о необычных свойствах поляны. В статье автор высказал предположение, что выжженная поляна образовалась из-за горячих подземных пластов каменного угля. При этом мясо умерших животных приобретает пунцовый цвет из-за отравления угарным газом. Окись углерода соединяется с миоглобином, мышечным белком, в результате чего ткани приобретают ярко-красный цвет. И я считаю, что доля правды в этом есть. Или даже это и есть ответ на загадку. Вспомните мои предыдущие странные места в Туркмении и США, в городке Сентрелия. Вот только возникает вопрос, в тайге нет поблизости шахт, а в то время не было и буровых. Но, дорогие друзья, каменный уголь может леть сотни лет, а может и тысячу лет, никто не считал. Так что шахта могла существовать и сотни лет тому назад. Но насколько длителен этот процесс тления каменного угля? Может ли он тлеть 200, 300, 400, 500, а может тысячу или две тысячи лет, мы не знаем. Так вот. Еще до того, как территория стала называться Советский Союз или даже Российская Империя. Все это называется подземный пожар. И тушить его очень сложно. Есть только единичные случаи удачного тушения подземного пожара. Сейчас эта информация вас удивит. Имеется несколько успешных примеров борьбы с подземными пожарами. В 2004 году в Китае удалось потушить пожар в угольной шахте Люхуангоу около Уримчи в области Синьцзан, горение которого продолжалось с 1874 года, то есть позапрошлого века. Еще раз, подземный пожар горел и затух только благодаря вмешательству человека. А я думаю, китайцы не жалели сил, но также не исключаем, кроме угля. Горение горячих сланцев, горение торфа, горение лигнина. Существует большое количество полигонов с захоронениями лигнина. Так как он является отходом целлюлозно-бумажных комбинатов, гидролизных заводов, подземные пожары лигнина представляют большую опасность. Лимнологическим институтом РАН разработана специальная технология тушения горящего лигнина с использованием золокошлаковых отходов. Благодаря минеральным составляющим они препятствуют возникновению возгораний. На месте безжизненных много лет дымящихся полигонов уже весной можно высаживать траву. Это конечно хорошо. Земля сама начинает по сути зализывать раны, нанесенные ей человеком. Но боже мой, сколько еще мы будем пилить сук, на котором сидим и искать чудеса, в кавычках, природных аномалий, на самом деле созданной человеком предыдущей цивилизации, которые все-таки отпилили себе сук. Времени осталось немного, я уверен. И все-таки есть небольшая надежда на то, что человек, пусть даже не сворачиваясь технократического пути развития, сможет этот путь сделать более безопасным для жизни. Уже сейчас по дорогам ездят водородные автомобили, из глушителей которых выходит чистейший пар. Этим авто развиться мешает только одно – их большая стоимость и неразвитая инфраструктура. Никто никак не хочет слезать с нефтяной иглы. Ведь нефть – это не только бензин, это все горюче-смазочные вещества, производство двигателей внутреннего сгорания, заправки и так далее. Изменить все это очень дорого и нерентабельно. Но на кону стоит наша цивилизация. И я серьезно. Откажи сейчас человечество хотя бы от горячих войн, от производства военной техники в гигантских количествах. Откажись от вредных материалов, того же целлофана, от которого погибает огромное количество китов и который очень долго разлагается в почве. Есть прекрасные примеры отказа от этого вредного материала. Кто бы думал, африканская страна, Руанда, ужесточила закон об одноразовом пластике. Отныне, кроме пакета, в стране под запретом пластиковые обертки, контейнеры, бутылки, соломинки, столовые приборы, папки и даже воздушные шары. И Руанда стала одним из самых чистых мест в Африке. В ходе исследований было установлено, что пластиковые пакеты представляют собой серьезную проблему, угроза сельскохозяйственному производству и загрязнению воды, гибель рыбы и загрязнение всей окружающей среды. Сегодня руандийцы используют сумки, изготовленные из других биоразлагаемых источников, включая бумагу, ткань, банановые листья и папирус. ООН объявила столицу Руанду Кигали одним из самых чистых в Африке в 2008 году. Руанда использует инвестиции и инновации, чтобы стать чище и сохранить окружающую среду. Вот такой положительной новостью я хочу закончить. Руандийцы на реальном примере показали, насколько можно легко и просто улучшить экологию своей страны. Это всего один из путей и ходов, а их миллион. В своем видео я провел параллель между странными и загадочными местами, якобы появившихся в результате непонятных природных процессов. Но на самом деле это может быть результат неправильного и нерационального использования ресурсов Земли, предыдущими, а может и нынешней цивилизацией людей. И у меня информации намного больше. Если понравилось, я готов и вторую часть предоставить с намного большими доказательствами и примерами. А теперь представьте, если вы еще задаете вопрос, может ли человек сильно изменить природу. Еще раз представьте, что до нас существовало, ну хотя бы еще три цивилизации. Одна наша, а только одна наша уничтожает Землю со скоростью гоночного автомобиля. Мир уже после нас не узнать. А вот теперь подумайте, если их было три. Странные разноцветные озера, терриконы, места отчуждения, влияние радиации от катастроф, связанных с авариями атомных электростанций и отходов атомной энергии. И это только мы. А если цивилизации было не три, а тридцать? Теперь и вулкан не покажется нам природным явлением. Кто поджег Землю изнутри? Где доказательства ядра Земли? Спички детям, не игрушки. Давайте, наконец, станем взрослыми. Ведь, как я сказал, есть новый технократический эко-путь развития. Сейчас я поднял вроде как тему странных и загадочных мест, но коснулся пути нашего пути технократического мира. И исходя из моих предположений, нет никаких чудес, кроме совершенства природы. Мы делаем чудеса, и жаль, что они окрашены в черный цвет. Будьте свободными. А с вами был Владимир. Пока.